Вопрос пропал у нас. Окей, выхожу из сухих на талой воде от Ивны, а сама делаю. Как вы относитесь к талой воде, Светочка? Я вообще так, наверное, к воде отношусь достаточно нейтрально. Мы как раз с девочками разговаривали, что такое вода. А вода, какая бы она ни была, это тот информационный источник, который невозможно очистить полностью. И талая вода, если мы говорим не о горных речках, а именно о воде, которая колодезная, родники, которая у нас течет из-под крана, неважно. Вся вот эта вода, это вся вода, которая из наших грунтовых вод, снизу, с земли. А что у нас в земле находится? В земле у нас находится, как правило, все то, что мы с вами хороним. Это любые вещи, любые предметы, это люди, это животные, это все, что есть в нашей земле. И представляете, вот вода все это омывает, потом это нам как бы очищают, и вы еще пытаетесь это очистить, и потом очищенное пьете. Но всю информацию вычистить вы не сможете. Вы не умнее воды. Вы не сможете ее сделать нулевой после того, как она набрала в себя всю эту информацию, а вы, думая, что вы такой молодец, и сразу же ее раз и вычистили просто вот эти вот заморозки и разморозки. Но немножечко это все-таки, я это понимаю немножко не так. Поэтому вода, наверное, да, это самый мощный растворитель на нашей земле, который существует. И она на каком-то этапе нам, конечно же, необходима. Нам необходима она, чтобы промывать. Но если ваш организм чист, то, наверное, я бы все-таки не стала расслаблять наше тело, которое может вырабатывать до 2 литров жидкости ежедневно. Поэтому, наверное, все-таки позвольте своему организму добывать самостоятельно то, на что он изначально рассчитан. Иначе, если вы откажетесь от одной функции организма, потом от другой функции организма, а чему мы тогда ждем-то от нашего организма, если сами не даем ему работать и вырабатывать те компоненты, на которые он, в принципе, по физиологии рассчитан. М-м-м. М-м.